Селим, приветствую. Поздравляю тебя с победой, долгожданной победой. Больше полутора лет. Простой у тебя. Скажи, с чем связано и насколько тяжело возвращаться именно на такой уровень, то есть сразу в Лигу Эсей? Спасибо, Лёха, за поздравления. Последний бой был полгода назад, полтора года назад. Было обидное поражение. И за счет того, что несколько поражений подряд не было боя, такой организации, где я хотел выступить. И вот случай попался. Айсиа предложили мне бой. И я согласился. Спасибо организации за предоставленную возможность подраться. Несмотря на то, что длинный простой, ряд поражений подряд, вышел очень собранный, сконцентрированный. То есть было видно, что все делаешь так планомерно, уверенно. Что повлияло? Ну, понятно, тренировочный лагерь или все-таки еще влияние Мофсера, твоего брата, он тебя зарядил максимально? Да, несколько факторов было для подготовки к этому бою. Первый – это мой соперник. Я просмотрел несколько его боев. Он меня очень замотивировал подготовиться, но все 100% выложиться на тренировках. Ну, и второе – это брат, который, всем вы знаете, его Мофсер Луоев. Он тоже меня замотивировал, подготовил, помог мне подойти к этому бою, успокоил. Так как у меня свой характер ведения боя нападающий, агрессивный, он меня немножко утермирил. Вот таким, ну, вот так подготовился к этому бою. Соперник Михаил Погодин шел на серии из двух поражений. Давил ли на тебя это дополнительно? То, что, можно сказать, это его шанс остаться в лиге или все-таки ты станешь причиной его увольнения? И он будет, знаешь, как говорят, раненый лев еще опаснее? Ну, я рассчитывал на раненого льва, если честно. Я знал, что он будет драться до конца, как и я. У нас у обоих не было шага назад. Надо было драться до конца. И поэтому подготовились. По ходу боя были интересные моменты на встречных курсах. Ты попадал плотно, а Михаил попадал плотно. Финиш. Понятно, что ты закончил досрочно, но видим, да, сейчас в раздевалке, что у Михаила травма ноги. Ему там наложили уже гипс или что-то типа того. Чуть-чуть для тебя это смазало или знал, что в любом случае, ну, по ходу поединка все-таки первый раунд прошел, можно было понимать, что бой уже твой. Ну, первый раунд был равный. И к первому раунду я, как вам сказать, хотел немножко разогреться. Уже второй-третий раунд был бы на все 100% выключен бой. И сход я бы постарался закончить досрочно. Еще один важный момент. Помимо того, что ты открываешь сегодняшний турнир, это определенное давление. Плюс ты первый из ингушских бойцов, которые выступят в сегодняшнем карте. То есть, можно сказать, ты задаешь определенный темп. Давило на тебя это дополнительно? Сказать, что давило, нет. Но эмоционально они будут заряжены к своим боям, когда увидят мою победу. Вот такое положение. Еще один интересный момент. У тебя в твоей карьере была встреча с Важей Цептаури. Сейчас он выступает в Лиге Эсей также. Вы с ним в одном весе. В принципе, уже есть какая-никакая история. Интересно ли для тебя в будущем встретиться с ним? Или, может быть, в следующий бой хотел бы у Лиги попросить против Важи? До нашего боя мы были знакомы с Важей. М1 нам предложила бой. Мы подрались и остались с друзьями. Если Эсей предложит бой, подеремся, останемся с друзьями. Ничего такого нет в этом спорте. Я тебя понял. Еще раз тебя поздравляю с победой. Может, есть какие-то слова, благодарности, что хочешь сам сказать? Эту победу я хотел бы посвятить своей маленькой, но гордой республике. Они меня очень сильно поддерживают, как и многие другие. Верят в меня, делают за меня молитву, дуа. Хочу посвятить эту победу республике. Хочу поблагодарить за поддержку Сергея Николаевича Ровдугина, руководителя ВСИН по республике Ингушетия. Он меня очень поддержал. Он дал возможность подраться тут. Эмоционально, морально поддержали меня все. Хочу сказать благодарность ОСН по республике Ингушетия. Всем привет.